Друзья, привет! Сегодня с вами говорим про самые-самые полезные продукты, которые нужны в рационе для поддержки ментального и физического здоровья. Я медицинский нутрициолог, психолог. Если вы хотите профилактировать разные заболевания, то вам на моем канале понравится. Сегодня говорим про топ продуктов, которые действительно нужно включать для физического, ментального, психического здоровья. И первый чемпион, ребята, это квашеная капуста. Почему я всегда топлю за какие-то продукты с прой и пребиотиками? От здоровья вашей кишечной микрофлоры зависит усвоение всех-всех-всех витаминов и минералов. Другой момент, если мы с вами говорим про квашеную капусту, то, конечно, в ней немного простых углеводов, которые поддерживают воспаление в организме. В ней много витамина С, это хороший пробиотик, пребиотик. Это мощный фитонутриент, легко усваивается. И в нем много молочной кислоты, витамина К2 и витамина У. Другой момент, хочу обратить внимание на рыбу. Рыба это та история, которую очень важно включать в ваш рацион. Но очень важно смотреть на рыбу как на и хороший, и качественный источник. То есть здесь мы с вами говорим про рыбу без тяжелых металлов. Вы можете посмотреть в интернете. Соотношение жира к белку один к двум. То есть главное преимущество нужно выбирать вот такой рыбы. В ней больше жира, чем белка. Когда избыток белка, это нехорошо для организма. В другой момент, в ней много должно быть селена, много омега-3 жирных кислот и много витамина К2, цинка и кальция. Это все нутриенты важные для вашего здоровья. Про печень трески я молчу. Там вообще супер атомная бомба. Витамин К2, витамин Д, витамин А, омега-3 жирные кислоты. То, что необходимо на ежедневной основе. Следующее, если мы с вами говорим про зеленолиственные. Это петрушка, это укроп, это рукола. Это фитонутриенты, которые поддерживают функцию печени. И в них мало аксалатов. Это противовоспалительное средство, которое поддерживает оксид азота в организме. И в них много кальция, калия, фолиевой кислоты, магния, витамина С. Другой момент, если мы с вами говорим про мясо органическое, то это источники гемового железа, которые нужны и очень быстро расходуются у женщин в моменты месячных, в моменты употребления кофеина, у спортсменов, которым оно качественно необходимо. Но в сочетании с, например, капустой. Потому что в ней есть витамин С, и так оно лучше усвоится. Говядина, телятина, все, что вы можете себе позволить. 2-3 раза в неделю красное мясо это абсолютная норма, не нужно его бояться. Другой момент, суперфуд, я считаю, это все крестоцветные овощи. В крестоцветных овощах есть сульфарафан. Это история профилактики онкологии любого вида, особенно женской, молочной железы, яичников. Это та история, которую нужно постоянно включать в свой рацион питания по возможности финансовой. Другой момент, если мы с вами говорим про состояние слизистых. Если, например, у вас есть проблемы со слизистыми кишечника, то здесь мы с вами говорим про коллаген. Это бульоны различные, костные, но правильно приготовленные. Я не советую делать самим бульоны без понимания, как этого делается. Поэтому, если у вас есть проблемы со слизистыми, это не столько скользкий вяз, это еще и можно использовать качественный животный коллаген. Но у коллагена, как я говорила, есть куча кофакторов. Будет строить, здесь коллаген, там не будет строить. Это уж решает ваш организм, куда он направит те или иные аминокислоты. Витамин С должен проходить ежедневно, потому что без него плохо работает гипофиз, да и вообще все органы плохо себя чувствуют. Поэтому делайте ставку на питание. И вот мне пишут вопросы, а какой протеин вы используете? Я использую органический протеин. Это значит, я ем мясо, рыбу, кисломолочные продукты. И иногда могу себе позволить сыр. Но с сыром я не играю, потому что столько я не бегаю и не прыгаю. Рацион тоже должен быть подобран под вашу физическую активность. Если вы, например, как я, консультируете лично клиентов в онлайне и сидите 5, 6, 7, 8 часов, то, в принципе, у вас должен быть рацион разнообразный. Ни в коем случае не сужен до какого-то монопродукта, а-ля бутерброды с сыром. Запили чаем и сели на попу от того, что суставы болят. Такого не должно быть. Вот те продукты, которые я назвала, включайте их, пожалуйста, и максимально избавляйтесь от химических продуктов из магазина. Никакие сосиски, сардельки, полуфабрикаты никогда не сделают вас здоровыми. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok